здравствуйте друзья мы с наташей едем в аэропорт это все тот же день тот же день нескончаемый значит там молодой мальчик артур зовут 17 лет мы его отдельно покажем но по дороге в аэропорт я хотел вот такую тему надо все-таки ты давно уже в америке лет сколько 13 14 не вчера приехала значит иммиграция вот сейчас очень много людей которые находятся в россии и украине вот там в силу обострения ситуации у кого на военной почве у кого на нефтяной там какие-то сложности и так далее и вот люди говорят может быть иммиграция выход или того стали или там побежали каждый день почти мне звонят какие-то знакомые год миша вот там программист там оттуда то вот туда и в общем так плохо стало и ищет работу там увольнения сокращения я не знаю может быть они на оффшорных проектах были каких-то закрывающих я не знаю но вот давай мы вот такой вопрос того обсудим иммиграция это вообще выход из 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 чего то есть мы понимаем что от себя ты не убежишь правильно есть есть проблемы которые ты не решишь если ты не решишь их с собой ну вот иммиграция это решение каких проблем быть почему люди вообще эмигрируют кроме тех кто просто приключение это отдельная история но вот как решение проблем но я думаю что в принципе америка если говорить о широкой картине то я думаю что здесь больше возможностей конечно я с чем если ты с головой если ты можешь себя показать если ты знаешь что ты можешь справиться с каким-то тем или иным делом я думаю что вас про бизнес или про работу работу я говорю про работу по найму по найму но опять же я говорю не про нелегально я не знаю нет нет мы говорим сейчас только про легально про иммиграцию как легальную миграцию то есть мы забыли сейчас про то что люди приехали без разрешения на работу понятно что у них проблем больше и тогда допустим вот если возьмем если бы я в россии пошла бы на банкира что я закончила и у меня как бы школа и техникум знаешь как раньше назвать их какой полиграфический среднее специальное до среднее специальное образование то есть среднее это просто школа правильно среднее специальное не выше я была техником технологом по холодной обработке металлов ух ты о чем это обработка металлов на даньем практика про практику я проходил на токарном станке и на слесарном сможешь вот тут все это всегда училась потом мы как бы после технику восстановились технологами разрабатывали технологии по которым они как бы рабочие делали детали с таким специально с таким образованием если в россии откнулась в банк естественно меня бы не взяли потому что как бы я понимаю так в россии берут банк только с высшим образованием так ты могла два раза же выше образование получить нет если бы хотел сейчас очень принято конечно здорово и третитом то здесь допустим америке для того чтобы устроиться в банк им все что это нужно это очень хороший опыт продаж если ты была хорошим селс перс да если ты был или была хорошим продавцом если у тебя очень много опыта они тебя берут банкиров но банкеры вот на мое советское ухо банкир это типа владельца банка нет здесь а в америке есть менеджер то есть менеджер это отделение этот братьев а бренча вот это то есть как болтс этого бренча коровили избирка а я не знаю как избирка с или не сбирка с вашим вот я сейчас поступить вообще вот идёт менеджер мы удержим от этого вот этого бренча так когда ты идешь бренчом бренч разделяться на две части тэллоры и бэнкеры это те кто розничные операции делают деньги отдать там положить деньги я пытаюсь просто ребят я сейчас объясню вот ты заходишь банк с одной стороны стоят тэллоры тэллоры они стоят обычно за стекло они делают тебе transactions то есть ты за что-то платишь и тэллоры также работает на drive-thru если люди не хотят идти в банк они как бы из машины делаются операции другая сторона банка это идет ссср я тебе хочу сказать но он как селс персона костюмор репрезент с этим бэнкер ман бэнкер потом идет правый бэнкер потом идет моргич а спешил из все так вот бэнкер ван и бэнкер ту в чем разница разница в том что бэнкер ван делает все кроме home equity home equity делает бэнкер ту ссср делает все кроме по моему какого-то лоу сейчас уже не очень помню но ссср и бэнкер один они в основном абсолютно одинаковы кроме одной операции который сесса старни может делать то есть вот то что по русски называется ипотекой вот ипотеку они не могут делать а кто может а бэнкер и моего морги спешилась и под залог недвижимости вот тоже ты говоришь да вот это у нас есть асср не может делать я кутихом бэнкер ван может делать его кутихом да знаешь что такого момента я даю просто ребят хома и кути это когда человек купил дом допустим я купила за сто тысяч дом я выплатила за этот дом 30 тысяч то есть я должна уже банку 70 если банк на сих пор если дом стоит до сих пор 100 тысяч то есть 30 тысяч я могу взять у банка в счет этого дома это называется холмэк одолжение денег под залог не под залог недвижимости если дом естественно вырос цене если он 150 то у меня я кути уже не 30 а 8 можно еще больше правильно вот так вот а у хома кути допустим сессор не дело это делать бэнком он все вся разница а вот но раз нас называет бэнкер да я и говорю что я банкир но мне уже писали из россии банкир это как бы менеджер не говорить что банкир а потому что вы просто телефонистка и написать американское слово бандер у нас нет телефонисток в банке и не было никогда мы отвечаем у нас у каждого на своем деск у нас есть телефон клиенты звонят мы можем ответить что это все равно что позвонит там я не знаю из житомира и скажет не называйте себя тестерами потому что тестер это прибор для измерения тока и напряжения ну ссори вот у нас так называют и там начали сами спорить и типа ты обманываешь но это неважно а вот и я просто по я про на про возможности в америке начали точите в эту городу точнее если ты хочешь чтобы все верили что ты говоришь правду надо лгать если вы будешь говорить правду тебе скажут что ты влёшь пошли дрове и поэтому получилось так что я стала бэнкер бэнкер ван и сначала была сессар потом я стала бэнкер ван а потом я ушла так люди которые в банке работают они держатся за свою работу они вообще вот как сказать какого уровня образования эти люди вот которые работали на твоем уровне какой уровень образования и как они относятся к этой работе вот образование допустим вот когда идешь в банк работать они спрашивают покажите нам диплом ты можешь написать в резюме есть у тебя образование или нет диплом у тебя никто почему-то не спросит у меня есть осуши с дегрой то есть они хотят чтобы было образование они может быть диплом не проверяют верят на слово но они хотят образование им все равно им все равно главное вот для них вот именно что вот ты ты приходишь на интервью ты продаешь себя как правильно вот они говорят на интервью вот такая-то ситуация вот пришел клиент он сказал то-то чтобы вы сказали чтобы вы сделали то есть и ты должна расписать эту ситуацию им должно понравиться что ты сделал утренник тоже здесь какой-то конечно если тебя берут на работу ты проходишь 3 или 4 я проходил три с половиной недели тренинг такой интенсивный очень где тебя учат вот этой системе компьютерной действительно индекс тренирует тебя во что-то этим тренингом или или вот что был что не был но когда начинаешь живую работу с живыми клиентами конечно теряешься это проходит очень быстро может неделька-две и все уже как выливаешься в этой а потом я уже новые приходили я уже просто при всех трудностях с живыми клиентами лучше работать конечно же вы конечно а причем люди очень добрые приходят но конечно есть там которые разозлились на банк на сам банк и ты знаешь когда человек разозлен на банку ты звонишь там что-то не случилось кредитной карты ты разговариваешь человеком и кричишь на него но ты имеешь ввиду волосфарго не этого человека потому что она или он представляет лицо этого банка конечно было такое там приходил клиент он накричит на тебя потому что волосфарго сделаем какие-то фи и сначала я все это воспринимала как персонал понимаешь и мне говорили ты понимаешь что они не видят твое лицо они видят волосфарго у тебя прям на лбу написано волосфарго не принимая всерьез вот такие вот издержки маленькие поэтому но я хочу сказать я все равно очень благодарна этому опыту который у меня был с фарго я очень много узнала о банке можно ли так предположить надо что то что в банках платят немного обусловлено тем что нет значительного расхода средств связанного с тем что человека надо научить поднять добиться какой-то квалификации то есть им скажем легко заменить человека если он недоволен очень легко очень легко заменить человека выключается ты держишься за работу они они за тебя да конечно но я хочу тебе сказать платят они в принципе можно сказать хорошо но это начинается уже с дэн коротчу то есть из асайрс бэн карман они примерно одинаково получает что это 30 35 тысяч в год ну во флориде 30 35 или как здесь может быть 75 а бэн карту уже он уже получает 50 менеджер допустим получать 70 дистрик менеджер уже 120 то есть это уже но как бы хорошего которого много отделений банка менеджера у него допустим по каунте идет здесь три менеджера на 3 каунте но это серьезный человек а вот видела дистрик менеджером скажем чтобы это не были белые американцы а были какие-то конечно испаноязычные конечно есть и чернокожие есть и испанцы это моя дистрик менеджер ей было всего 28 лет хорошо она белая не чернокожая но как бы финансово образованная да я думаю что образованные не знаю ее образование но она начала стеллера когда она меня брала мне интервью когда она не брала на работу она мне рассказывала вот ты знаешь вот опять же я пришла к ней на интервью да она не очень она как тебе сказать мы с ней разговорились и может быть мои персоналы теле что мать и рассказывать друг другу от своей жизни да а меня своей как ее дедушка там воспитывал как она начала стеллеров и вот она сейчас стала дистрик менеджерами так и настолько она быстро поднялась так как человек знают как продать да а я не рассказывал что вот я из раша что я там и там было и как-то мы посмеялись и на суде 3 беру поэтому помнишь ты мне историю рассказал как один работодатель сказала ей не спрашивал ее техника вопросы даю боялся не ответить да хотел ее так взять на работу но типа такой правильно ли в мое предположение что на такую работу скажем возраст не сказывается сильно то есть может быть даже если ты давно в селе и в продаже в целом да то может быть даже это и в плюсы поздравить скажем с девочкой скромные там робкой который там совсем молоденькая но не торговка так сказать да конечно абсолютно никакого возраста не имеет значение у нас была такая женщина под и в 70 чем-то ли он работает 30 лет в одном и том же броня да она уже там подрежу инвестиционник private bank а никто не говорит не должна уйти потому что нам нужно место и там где сокращать хотя сокращение бывает очень жесткие в америке у нас у бернис все знают бернис мои девочки и мальчики у нее мало то есть ее свекровь со свекром они работали на говермент и они уже через полтора года должны были пойти на ретайрмент и в один день им сказали они вы потеряли работу там конечно была такая истерика я не знаю как там они сейчас поживает они платят они платят моргич каждый месяц и у них они же еще в профсоюзе слушание же плата профсоюзные в нос они были абсолютно уверен что защищены они абсолютно уверены мы с ними я буквально с ней разговаривал на день рождения она говорит тихушку многим она говорит нет типа меня никогда не сократят она говорила мне и тут друг бюро не сговорит мастеряшка вчера до пришли к ним и сказали все вы не работайте завтрашнего дня не предупредив то есть есть такое здесь очень наташ а вот такой вопрос давай я в такой плоскости что-ли разверну если человек то ли он работает в банковской системе там там живет вот тогда в бывшем ссср то ли он не работает но ему хочется работать в банковской сфере в соединенных штатах он легальный иммигрант он грин карту выигрывали там замуж девушка вышла она приезжает и она хотела работать в банке с чего начать что она должна сделать чтобы это произошло а прежде всего в любое что устроиться в любой банк ты заходишь на сайт этого банка ни в один банк ты не придешь то резюме чтобы зайти брэйч сказать если у вас работа ты идешь на сайт этого банка в который вы хотите устроиться может быть там тысяча брэйта нет там есть нас на любом сайте есть слова карьер конечно нажимаешь и заполняешь свой application там спрашивают в каком районе вы хотели работать и ждешь то есть ты можешь написать там и него и югерс и альварда можно так конечно не дайте может раньше чуть перепаде конечно просто если человека и человеку позвонят на интервью из нью-йорка человека живет калифорнии я не думаю это было бы удобно поэтому но я извиняюсь но это реально работает потому что многие говорят ну чё это мы где-то на сайте запомнили деревню дедушки как нет конечно смотри если человек заполняет и пишет я живу в калифорнии заполняет аппликейшн нью-йорке я не думаю что даже ему позвонят потому что скажут а все равно нужно реально думать как бы ты живешь там если местных хватает то вне смысл это работа на который много желающих вот аппликейшн продаю очень много причем люди не знают как подавать в банк аппликейшн вот тот же вопрос который приходит управлять прямо с резюме и говорят а если у вас свободные места и мы им объясняем что здесь мы не принимаем на работу ну или менеджер объясняет что вам нужно идти на сайт конечно желающих много даже на тэллеров очень много поэтому что что это ведет они не понимают что это или если вы не скажем понимали бы лучше что мало платят это неплохая работа в принципе это все равно неплохая работа люди ты знаешь а вот я стоял на бирже три месяца до того как я нашла работу я хочу тебе сказать американцы не нужно даже говорить о том что у них идеальный английский да а американцы они готовы пойти на 8 долларов в час они готовы пойти на 9 долларов в час housekeeper или там какой-то мейтенса у них нет высшего образования я тоже его не было нет я спрашиваю или это люди с высшим образованием тоже так готовы и с высшим образованием сидят ждут работу и без высшего сидят ждут работу просто в данный момент по крайней мере во флориде работа это уже твой бенефит это уже бенефит а вот ты в банке работаешь да вот работала там еще пару дней назад у тебя была страховка конечно это страховка зубная глазная здоровье то есть может быть банку твоя твои бенефиты обходились там в половину того что они тебе платили деньгами потому что это то это все денег стоит тоже бенефиты хорошие в банке да и причем мы если ты в банке работаешь долгое время тебе даже и пенсию платят то есть там есть своя пенсия от банка здесь конечно есть форум анкой я не знаю американцы очень любят форум анкой он меня тоже есть и он как бы переходит с одной работы на другую да ты делаешь roll over да да это очень хорошо опять же как ты говоришь все мы думаем о ретайрмент особенно после 40 45 это очень важный я-то считаю все-таки дал его но ну скажем так что есть конечно я бы сказал вот что если человек мозгом не способен самостоятельно чуть-чуть хотя бы заниматься этими делами то правильнее конечно иметь этот 400 первый план потому что в противном случае он просто не отложит ничего допустим у него деньги стаксон бансен и вот миша фан сын да вот у него нет форум анкой а у меня форум анкой да у меня и нет столько чтобы мишен фанс там вложить что-то это можно 50 долларов в месяц пласть если ты хочешь но вопрос в том что в принципе если у вас есть недвижимость да вы же вы же купили домик да это может быть самое лучшее вложение денег как вы когда бы то ни было делали нам нужна компания delta вот смотри мы сейчас едем по кругу за all airlines вот ребятам не видно они видят только наши лица а зачем мы едем себе вот и delta тут нет delta ну-ка смотрим есть delta смотри си видишь я вчера была в этом аэропорту ты вчера да и я тоже был да а ты зачем а там кстати написали почему же вы не не показали как наташа выходила из этих ворота ой ты знаешь что нам вон туда из каких ты знаешь что я я я не знал я долго ждал когда ты будешь минут 10 или 15 и мне все казалось что ты должна уже выйти было три раза оттуда но что-то не выходил я думаю мало ли чего я так смотрел глазом и вдруг вижу ты идешь уже включать было поздно кроме того я хочу сказать что ты шла не какая-то немножко уставшая такая замоталась я думаю вот сейчас покажу уставшую наташу она скажет зачем ты меня уставшую показал вот и вот не показал ничего страшно и она еще так устанет мы еще сто раз снимем уставшую если кто-то хочет посмотреть я обязательно буду всем рассказывать про свою учебу как у меня она идет как я понимаю или не понимаю но вот очень интересно мне все это если я с этим справлюсь то я буду победить